Добрый день, дорогие друзья! Я надеюсь, вы оценили название этого видео и, может, даже немножко порадовались за меня, но, к сожалению, пока рано. Каждую неделю мы с вами обсуждаем сложные проблемы в России. Вот что эти ситуации означают, почему они происходят, кто виноват и что со всем этим делать. А сейчас я хочу поговорить о более приятном, о более личном. О том, как здорово было бы вернуться в родной и любимый город Москву свободным человеком. Пройтись по улицам в хорошую солнечную погоду. Ведь свободным по улицам родного города я не гулял уже, наверное, 16 лет. Вернуться в Россию я сейчас не могу, как бы мне этого не хотелось. Ну, или точнее могу, но сразу окажусь за решеткой, если не в гробу. Бандиты у власти называют это федеральный розыск. Единственный вариант оказаться в Москве для меня хотя бы на часок – это прибегнуть к современным технологиям. Благодаря гугл-картам я могу прямо вот сейчас прогуляться по самым важным для меня местам в Москве. Пускай в Москве виртуальный. Ну, я постараюсь это сделать в хронологическом порядке, ну, а там уж как получится. О! Кинотеатр «Космос». Звездный бульвар. Интересно, он намного зеленее выглядит, чем это было тогда, когда я здесь родился. Космос выглядит вообще совершенно по-другому. Его какими-то этими панелями закрыли. В общем, не, не похож. Вот лестница только осталась похожая. А так не особо похожа. Вот мы туда ходили с продленки каждый понедельник на утренники. Я пересмотрел весь репертуар советских фильмов для детей. И любимые были вот как раз «Москва-Кассиопия», а потом «Отреки во Вселенной». А где мой дом? А вот она. Вот она история-то. Вот, да. Вот он, мой дом. Все. Я его вижу. Добраться до него. А вот это вот была в свое время фабрика «Гузнака». Я помню, мы с отцом как-то гуляли вот здесь вот по улице. И на этой самой фабрике «Гузнака» лежал пух тополиный. И мы его решили поджечь. Подожгли. Как порох горит. И в сторону фабрики. Как туда побежал. В общем, еле затушили. А тут тогда Бужа узнал, что такое тюряга. Ладно. Смотрим дальше. Вот он домик. Я здесь не был 50 лет. Вот здесь я как раз родился. И жил в коммунальной квартире с родителями. У нас был один сосед и одна соседка. Сосед, он слегка сильно пел. Соседка подрабатывала на панели. Не думайте, что в советские годы этого совсем не было. 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 А так, правда, прекрасные люди. Сосед, дядя Вася, как сейчас помню, всегда кормил меня сосисками. Сосиски в то время. О, это был такой продукт, который так просто не достанешь. Да. Вот где-то здесь была булочная. В этой булочной я работал. 16 тысячи не было. И взяли меня учеником продавца. Вот из первой своей зарплаты я пошел на ВДНХ. В кармане лежало 40 рублей. Меня там встретили местные гопники. И пытались эти деньги отнять. Жизнь была отнять бы легче. Ни за что. Вот тогда я получил свое первое ножевое. Ну, зашили. До сих пор шрамы на руке. А вон она, гостиница «Космос». Гостиница «Космос». Как бы мне туда добраться? А вот она, гостиница «Космос». Я помню, как ее строили к Олимпиаде. Сначала был огромный такой, просто гору песка навезли. Поверх этого горы песка поставили какую-то очень современную нам тогда казалось машину. Которая песок подгребала. Потом из него делали бетон, видимо. И строили эту самую гостиницу «Космос». Здесь вот улиц Космонавтов. Мы туда переехали. Когда родители получили от завода возможность вступить в жилищно-строительный кооператив. И вот в кооперативную квартиру мы тогда и переехали. Отец подрабатывал на строительстве этого дома. Вторая у него работа была. Он работал на заводе и подрабатывал на строительстве. А потом мы уже вместе работали в ЖЭКе. Это тогда так называлась жилищно-эксплуатационная контора. Которая эксплуатировала как раз кооперативные дома. Он работал комендантом. А я дворником и плотником. Выплачивали кредит. Я уж не помню сколько лет ушло. Ну, много. Лет 10, наверное. И то. Трое работающих в семье. С трудом. Так что, когда сегодня жалуются на ипотеку. И говорят, классно было тогда в советские годы. Я вспоминаю, сколько нам трудов стоила вот эта вот двухкомнатная кооперативная квартира. Так, ну теперь пойдем до школы дойдем. Это вторая школа моя. В первой школе-то я учился. Рядом с заводом Калибр. Вот она школа, да, в которой я учился. 277-я. Жива? Курилка. Едем на Щербаковку. Вот она, Алексеевская. А здесь работали родители на заводе Калибр. А я ходил в детский сад. Детский сад имел одну стену забора с заводом. И мы вот через этот забор перебирались. Высокий был бетонный забор. Такая большая бетонная стена. И мы туда перебирались для того, чтобы воровать детальки из ящиков с этой, с обракованной продукцией. Это были любимые игрушки. Поэтому я, если и мечтал кем быть в детстве, то, конечно, не космонавтом и не летчиком, а директором завода. Мечта исполнилась всего 25 лет спустя. Район Свеябло. Улица Кольская. Нет, мне нужна Русаново. Я жил на улице Русаново. Райс Русаново. Вот он, вот он, вот он, вот он. Это новые дома. Это новые дома совсем. Таких и не было. А где хрущобы? Неужели все снесли? Фантастика. Здесь, в однокомнатной хрущобе, жили мои дедушка с бабушкой. А потом я с семьей, с первой своей семьей. Дед у меня воевал в гражданскую, потом в финскую. А потом занимался выпуском снарядов для «Катюш» и принимал участие в ядерной программе. А жили бедно. Ну, ну, жили. Вот их не репрессировали, как многих его коллег. И они с бабушкой всегда считали, что репрессии были переделом хороших квартир. А их спасло, что у них такой квартиры никогда не было. Вот так до конца жизни и прожили в однокомнатной хрущобе. Вот она, Яуза. Здесь я рыбу ловил, ходил. Когда у дедушки с бабушкой жил. Пытался под лед провалиться, утонуть. На санках катался. Но вылез. Сейчас попробую найти, где этот... Инкин дом. Точно, дом 23. Вот она. Даже какие-то бабульки у подъезда сидят. Ну, молодцы гугловцы. Да, да, да. Я здесь много времени провел. Квартиру номер помню. А этаж уже нет. А у квартиры номер совершенно замечательный. Ну, конечно, для людей моего поколения. Квартира номер была 362. Вы помните, водка столько стоила. 362. В советские годы. Потом стало 412. Уже при Андропове. Так, Мемская улица. Вот здесь вот оно должно быть. Вход в институт. Это вот парадный вход в институт, который бывал открыт пару раз в год. Вот сквер. Вот это вход в институт, куда я ходил 5,5 лет. Хотя часть из них уже учился в новом здании. Что-то они с ядовитым зеленым светом перебабахали. Ордена, вот они висят, правда. Похоже, их теперь стыдятся и как-то их это не особо восстанавливают. Ну да, вот так вот это все и выглядело. А дальше я учился на планерной. Потому что факультет был такой веселый. А в основном взрывчатые вещества. Еще говорили наши соседи. Там из инженерного физико-химического факультета. Они там у себя реактор хотели поставить. Вот я думаю, между прочим, поставили. Я не знаю, как здесь люди, которые сейчас живут, а не знают об этом или нет. Если не знают, им повезло. Меньше волнуются. Тут городок вижу. А факультет наш с федерным реактором не вижу. Улица Лациса, да, вот она. Вот он, наш этот общага. Там разные безобразия творили. Помню до сегодняшнего, как это... Там всегда спиртное запрещали приносить. Ну, естественно, его туда народ приносил. А там продавали такие баллоны трехлитровые с яблочным соком. Тут народ мне постукивает в дверку. Говорит, ты яблочным сочком не хочешь разжиться? Я говорю, да не. Рекомендуем. Спускаюсь, а там очередь стоит. Чего никогда не было. Буфетик. И этот самый яблочный сок покупаю. Купил. Открываем. Сидор настоящий. Он забродил у них там. О, до сих пор помню. Знаете, когда три литра вот этого вот забродившего сока вольёшь в себя, это сильно. Так, ну ладно, двигаемся дальше. Вот она, четвёртая Тверская, Ямская. Здесь у нас первый офис был. В полуподвальном этаже себе нашли. Ну вот где оно? Не-не-не. О, домик какой замечательный здесь настроили. Как после бомбёжки. Интересно, в каком году это снимали? Неужели на четвёртой Тверской, Ямской такой уж остался? Да не, ну ребят. Это же клёвое место. Одно из лучших в Москве сейчас должно быть. Вот наш домик был чуть-чуть заглублён. Да, вот, по-моему, это было вот здесь. Вот здесь начинался Минотеп, ЮКОС. Всё то же потом стало очень большой, много-много миллиардной международной компанией. А вот здесь Павелецкий вокзал. Вокруг него, собственно говоря, очень долгое время происходила жизнь нашей компании. Сначала щипок, да, мы его восстановили, купили у Института повышения квалификации специалистов хлебопекарной промышленности и восстановили. Вот он, да, теперь пристроен к какому-то зданию, видимо, к зданию отеля. А здесь был наш первый офис на Дубининской. А вот здесь мы уже построили собственное здание, которое потом украла Роснефть. Да, вот на ней, на нём сейчас их воровская надпись. Ну что, на этом пока всё. Спасибо, что прогулялись со мной по Москве. Буду бесконечно рад сделать это однажды по-настоящему. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну и надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»